Хутора Сербин и Колесников Маевского сельского поселения отметили 165-й юбилей. День рождения своей малой родины жители решили отпраздновать по-кубански широко. Подробности в следующем материале выпуска. Сегодня мы отмечаем замечательный праздник 165 лет хуторам Сербин и Колесников и 55 лет сельскому клубу Сербин. Мы встречаем по-кубански. Не стесняйтесь, угощайтесь. Гостей праздника жители Сербина и Колесников встречали радушно и по-кубански хлебосольно. Перед сельским клубом была организована выставка художественно-прикладного творчества, на которой местные рукодельницы представили свои работы. Для юных жителей работали интерактивные площадки. Облачившись в костюмы борцов с умом, ребята с энтузиазмом боролись друг с другом, а также играли в шашки, участвовали в разборке-сборке автомата. Погода хуторян в день рождения их малой родины не баловала. Было холодно и туманно, но пришедших на праздник согревала доброта и искренность живущих здесь людей, которые бережно хранят историю своей земли и беззаветно ее любят. На этой земле, на нашей, 165 лет назад поселились первые казаки, освоили эту землю. Любим мы нашу землю. Наши хутора, для меня, допустим, наши хутора – это лучшее. И даже все родственники, которые приезжают, говорят, лучше ваших хуторов нет. И лучше ваших людей, говорят, нет. Люди очень дружные, люди трудолюбивые, невзирая на все сложности, трудности. Поздравить хуторян с днем рождения их малой родины приехал председатель районного совета Григорий Литовко. Я хотел бы сегодня от имени главы муниципального образования Славянского района Романа Ивановича Сенеговского, от имени совета района, я думаю, меня поддержат и жители, наверное, всего района, потому что ваши хутора – одни из самых старинных в своей истории. Поздравить вас с этим замечательным, 165-летним юбилеем. Хочу высказать слова благодарности нашим всем тосовцам, квартальным, неравнодушным людям, которые делают красоту этих наших хуторов. Посмотрите, какие красивые у нас хутора. Творцы – вы. Крепкого вам здоровья, семейного благополучия, любви. А хуторам, если сегодня день рождения, нашему Сербину, Колесникову, процветания и развития. С праздником! Мы дарим, чтобы ваши хутора были еще чище. Косилку вам. Ну и депутатский корпус поможет вам приобрести дизельную старту. Спасибо. К поздравлениям присоединилась депутат Законодательного собрания Краснодарского края Жанна Беловол, пообещав в следующем году выделить средства на благоустройство двух хуторов. Когда смотришь на таких красивых людей, детей, на вот эти традиции, на наши обычаи, на культуру, ты еще больше и больше проникаешься любовью к тому месту, в котором ты живешь. Я вообще преклоняюсь всегда и говорю о том, что самая главная ценность на Земле, конечно же, это люди. И все самое доброе, все самое лучшее, все самое красивое, это же, конечно же, вы. Я хочу вам сказать огромное спасибо, прежде всего, за ваш труд. Я должна сделать какой-то подарок. Мы уже обсудили по 100 тысяч рублей. Я просто сделаю предложение и в один хутор, и в другой хутор. Я надеюсь, что Андрей Евгеньевич правильно распорядится. Мне бы очень хотелось, чтобы, может быть, или детская площадка какая-то родилась. Потому что, я не знаю, когда я в следующий раз попаду, мне хочется, чтобы осталось какое-то тоже доброе воспоминание. Андрей Дмитриченко совсем недавно возглавил Маевское сельское поселение. Он сразу же взялся за дело. Благодаря помощи депутата ЗСК Виктора Чернявского в хуторе Троицком появилась детская площадка. В планах отремонтировать клуб в хуторе Маевском. Если можно помечтать, я помечтаю. Есть мечта поставить в Сербино маленькую церковь. Есть, как бы, не мечта, а уже, как бы, огромное спасибо Роману Ивановичу. Он выступил с такой инициативой построить на Маевском клуб. На Маевском очень не хватает клуба. И вот буквально два дня назад на планерном совещании Роман Иванович сказал, что клуб будет. И уже, как бы, со следующего года мы начнем закладывать фундамент. Так что будем развивать по мере своих возможностей. Ну и будем стараться, чтобы людям жилось здесь очень приятно, комфортно. И они старались отсюда не уезжать. В праздничных торжествах приняли участие, наверное, практически все жители. Сельский клуб едва вместил всех желающих. День рождения Малой Родины объединил и сплотил хуторян. Праздник получился по-семейному добрым и душевным. Главное богатство любой земли – это люди. Своим ежедневным трудом и преданностью родной земле они развивают и благоустраивают свою малую родину. На праздники долгожителям, ветеранам труда, юбилярам семейной жизни и активистам вручили почетные грамоты главы поселения и памятные подарки. После окончания торжественной части праздник продолжился на улице, где хуторян ждала угощения. Уха, плов и чай из самовара. Анна Монастыренко, Георгий Калинин. Программа «События». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова